Так начинается каждое утро Абдула Башира. Пробежка по станице, затем занятия с футбольным мячом. Этим трюком он научился у себя на родине. Даже играл в местной команде. Однажды ему предложили уехать из страны, чтобы начать футбольную карьеру. Дома Абдула ничего не держала. Родители умерли, а младшую сестру родственница увезла в соседнюю страну. Так он оказался сначала в Москве. И когда приехал, меня обманули просто. В столице Абдул зарабатывал на жизнь расклейкой объявлений. Затем познакомился с земляками, которые порекомендовали отправиться в Европу. Но на российско-финской границе его задержали. На тот момент несовершеннолетнего отправили в Центр социальной реабилитации города Ревда Мурманской области. Худенький, так видно, что он африканец. Все любитель футбола. Людмила Шишова родом из Ростовской области. Жительница станицы Благовещенская увидела Абдула по телевизору около года назад. Женщина неравнодушна к футболу. Муж работал в ростовской милиции. Пока он стоял в оцеплении, смотрела матчи. Очень болели за Скаростол. Сначала он нас очень радовал, тогда еще Виктор Понедельник хороший голы забивал. Людмила Васильевна написала письмо в социальный центр. Параллельно советовалась с родственниками. У нее две дочери, два зятя, четверо внуков. Решили, пятый не помешает. Решение само пришло. Я не могу это объяснить. Я просто поняла, что этот человек нуждается в помощи. Все. Этим все сказано. Директор мне позвонил, сказал Абдул, один бабушка есть, она котит тебя. Ну, забирай. Ты котишь? Конечно, мне нужно в семье жить, потому что я хочу жить в семье. Я хочу в семье. Я долго живу один, сейчас я не могу жить один. Русский язык Абдул выучил, общаясь со сверстниками. В социальном центре он ходил в школу. Из сурового северного края молодой человек привез самые теплые воспоминания. Как учился кататься на коньках и лыжах, играл в местной футбольной команде. 1 августа он получил паспорт гражданина России. Это радость была, как в 1 августа, потому что у меня получают паспорт гражданину России. Был великий день в 1 августа. Я не забуду. Сейчас Абдул осваивается на новом месте. Здесь он впервые увидел море. Много читает, планирует дальше учиться, не терять спортивные формы и приобретать новых друзей. Продолжение следует...